Несмотря на пандемию коронавируса, количество предпринимателей в округе продолжает расти. Только за первую половину 2021 года Центр развития бизнеса помог уже 30 субъектам предпринимательства. О том, как получить поддержку от государства, расскажем в следующем сюжете. Территория для бизнеса. Так называют свое детище сотрудники ЦРБ. Здесь осуществляются все виды поддержки для предпринимателя. Человеку необходимо лишь обратиться за помощью. А далее начинающего и не только бизнесмена проконсультируют по всем интересующим вопросам. В прошлом году мы ввели такое новое направление, как персональный консультант. То есть любой предприниматель, который зарегистрировался и написал заявление о своем согласии, в Центре развития бизнеса за ним скрепляется персональный менеджер, который ведет его по всей истории его бизнеса. Поддержка оказывается на всех этапах развития бизнеса. Будь то продвижение или выход на международные рынки. Для этого в Центре существует несколько подразделений. Например, первым делом начинающий бизнесмен попадает в Центр поддержки предпринимательства. В Центре поддержки предпринимательства можно получить поддержку по началам ведения собственного бизнеса, по всем действующим мерам поддержки, также по выбору системы налогоблажения и разработке бизнес-плана. Для действующих предпринимателей в этом подразделении также есть свои предложения. Например, там вы можете найти себе бухгалтера, получить помощь в продвижении своего товара, а также его сертификации. Причем поддержка оказывается предпринимателем из любой сферы. Например, в Центре кластерного развития помогут тем, кто развивается в туристической сфере и сфере информационных технологий. Вы можете получить комплекс услуг, направленных на развитие вашего бизнеса. К таким услугам вы относитесь маркетинг, разработка бизнес-планов, сертификация, патенты, регистрация товарной марки, а также организация бизнес-миссий, направленных на ознакомление с опытом и расширение деловых связей. Кроме того, Центр кластерного развития занимается организацией выставок продаж товаров местных производителей. Самое известное сделано в НАО. А куда обращаться для выхода на международные рынки? В Центр поддержки экспорта. Вам помогут подобрать торговую электронную площадку, перевести информацию, а также помочь с процедурой стандартизации товара. Прежде чем вывести на определенную торговую площадку, нужно пройти, так сказать, скоринг-анкету. То есть предприниматель заполняет анкету, отвечает на вопросы, и уже непосредственно РЭЦ им предлагает те торговые площадки, на которые можно выйти. И уже тогда, если есть выбор, то предприниматель выбирает, какую конкретно. Помощь оказывается и тем, кому для работы нужно оборудование или транспорт. За это отвечает отдел лизинга. 10 видов лизинговых продуктов как для начинающих, так и для действующих предпринимателей. Процентная ставка по лизингу будет зависеть от выбора продукта, ну и также от ряда условий определенных. Варьируется она от 6% годовых и до 13% годовых. Срок лизинга максимально это 60 месяцев. В этом году отделом лизинга было разработано два новых продукта. Первый – турист, в котором вам предоставят любой вид оборудования и техники для ведения бизнеса, например, лодку. И второй – легковое авто. Для тех, кто открывает крупный бизнес, также есть специальное предложение. Центр развития бизнеса является управляющей компанией Арктической зоны Российской Федерации. И если вы предприниматель и вы планируете реализовать проект в Денинском автономном округе, инвестиционный проект свыше 1 миллиона рублей, то мы предлагаем вам стать резидентом АЗРФ. Налоговые льготы, снижение ставки по страховым взносам – и это далеко не все преимущества статуса резидента. Помимо всех вышеперечисленных услуг, Центр развития бизнеса представляет фонд содействия и инновациям в Ненинском округе, по программам которого вы можете получить от 500 тысяч до 20 миллионов рублей. Обратиться за помощью в Центр развития бизнеса вы можете по телефону 2-18-48, через сайт, который вы видите на своем экране, и лично придя по адресу улица Ненинская, дом 3. Елизавета Кабанова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.